Итак, уважаемые господа, это YouTube канал Большая Шишка Шоу, не забываем на него подписываться, потому что сегодня у нас разборка, соответственно, часов, как и было обещано. Вот эти часы, они ходят, как я сказал, они считают время, но у них что-то с экраном, они его просто не показывают, вернее, не показывают его, иногда есть как-то по-особому нажать, а там появится, короче, время. Сейчас уже не получается, потому что уже, наверное, пронажимал так, что уже, короче, вообще все расклеилось, отклеилось, что там есть, да, вот такие вот часы, два года для часов, которые стоят, по-моему, 70 рублей они стоили в экспрессе или 75, короче, так, меньше сотни, они точно не стоили 99, я запомнил, они скорее стоили 70 или 75, какие-то такие вот по цене были, во, 77, короче, 77. И еще на разборке у нас будет, конечно же, вот эта вот штуковина. И это, как я понимаю, как я понимаю, это градусник такой, немецкий, господа, видите, да, немецкий градусник. Короче, он работал на батарее от компьютера, короче, да, KR2025, это обычная, обычная, короче, батарейка, что у вас в компьютере, вот. Вот, конечно, у меня была такая же запасная из материнки, я ее в одну, на экране то же самое, как у часиков, на экране ничего не появилось в результате втыкания туда батарейки этой, соответственно. Давайте-ка мы отодвинемся чуть-чуть, или давайте не будем, короче, начинаем разбирать. Вот, внешний вид прикольненький у них, настройка прикольненькая, но, к сожалению, тут был недостаток, что тут нет цифры, да, одной еще. Поэтому оно считает время в американском формате, короче, только до 12 часов, вот. А потом переход на это самое, на 1 час, короче, вот. Короче, сами знаете, американское время, короче, до полудня, после полудня, не по-нашему. Короче, не по-православному они считают время, так что ну их нафиг, да, вот. Часики прикольные и внешние. Вот тут была ножка, да, которая постоянно отваливалась, потерялся вот такой штырь, да, штырь, и там пружина, да, вот. И она вот так вот должна, по идее, была стоять, но это безнадежно, они не держались на этой ножке, короче. И штырь этот постоянно выпадал, поэтому я его отставил, решил, ну его нафиг, и убрал от этих часиков. Давайте, соответственно, открывать, вскрывать. Сначала давайте вынем батарейку. Вот, батарейка у нас, господа, смотрите. Давайте я на ней сфокусирую, возможно, получится. Так, на пальце сфокусируется, давай. Чего творит? Чего творит? Почему не хочет? Ладно, фокусное расстояние, короче, у этого телефона большое. Вот, как-то так можно, наверное, показать. Батарейка обычная, короче. Не растекшаяся, ничего, она уже заржавела, блин, видите? Уже электролит с нее вылезает, блин, короче. Ну их нафиг. О, давайте, короче, вскрывать. Тут все, конечно, уже как-то проржавело, если вы видите вот здесь. Прямо по центру. Сейчас я тыкну еще разок, может, что получится. Вот, кажется, фокусировалось, смотрите, видите, уже, короче, контакты, не контакты практически. И это результат лежания на окне данных часиков. Поэтому они как-то загрустнее, загрустнее чуть-чуть. Давайте, короче, вскрываем. Четыре винтика. Шесть, вернее, шесть. Так, и отвертка не такая, да? Что это она не хочет? Я думал, я это раскручу. Так, не такая, господа, нифига не такая. Нужна другая. Вот, кажется, поменьше. Часовая отвертка. Да, это она. Опять, как я не люблю их, когда они закручивают именно этой, да? Короче, какой-то штуковины, которые ускоряют процесс закручивания, да? Типа шуруповертка, короче, ты фиг и открутишь потом. Ну, давайте так, что я откручу и потом включусь. Вы не представляете, как я ненавижу такую хрень, когда, чтобы раскрутить в часиках, короче, или в каком-то еще оборудовании, чтобы что-то открутить, вам надо провернуть первый оборот с помощью пассатиж, короче, отверткой, зажатой в пассатиже. Вот. Вот, я как понимаю, этот болтик, он был контрольный, соответственно. Он был закручен наиболее сильно, короче. Вот, контрольный болтик, чтобы точно проверять, что никто не разбирал. Вот эти два по центру, они фигово закрученные. Вот, кое-как. А по краям достаточно сильно, при этом один очень сильно, скорее всего, это какая-то проверка, проверка, чтобы, если они придут по гарантии, что их не разбирали, нигде и не пытались их как-то ремонтировать. Мне кажется, для этого и сделано. Один болтик контрольный, господа. Да, он как раз внизу, самый правый, вот, самый правый внизу. Это такое, я часто встречаю, у Fly тоже так было, у смартфона Fly. Нижний правый болтик, фиг его вообще провернешь. Да. Ладно. Господа, давайте открывать. Открывается все очень как-то просто. Вот, вот такая вот поверхность с этой стороны. Тут есть, наверное, дата производства набитая где-нибудь. Так, здесь я вижу цифра 1. Вы, наверное, видите в отсвете цифра 1. Так, тут еще какие-то цифры. Вот тут вот, я сейчас гляну сам. Нет, тут ничего не написано, просто что-то зашлифовано, как-то прошлифовано. Непонятно, да? Короче, цифра 1. Ну, вот этой штуки. Цифра 1. Далее часики у нас как-то очень уж просто сделаны, смотрите. Включу, вот это. Под батарею вот эта штука, да? Вся уже как-то... Сейчас сфокусирую. Вся как-то уже проржавевшая. Наверное, действительно, электролит стал покидать данную батарею. И она как-то вот окислилась вся. Вот, смотрите, видите как? Просто припаяно, да? Вот. Подложено. Чтобы оно не падало, никуда подложен просто поролон. Вот. Офигеть, простые часики. Это кварцевый вот этот вот кристалл. Короче, кварцевый кристалл, который с определенным промежутком пропускает через себя электричество. Так все часы работают. Вот, в общем-то. Давайте дальше. Экран приклеен на клеющую ленту, короче. А, шлейф приклеен. Чтобы шлейф никуда не отходил. Просто на скотч приклеен. Вот здесь вот. Вот, скотч. Ну да ладно. Давайте мы сначала прокрутим еще дальше. В этот раз все крутится хорошо. Без всяких шуток. Все шикарно откручивается. Здесь никто ничего сильно не затянул. Вот. Вы бы побоялись повредить экран, который там находится под этой штуковиной. Мог бы быть раздавлен. Да, соответственно. Если сильно его закрутить. Так, вроде все открутилось. Так, вот. Сфокусировать камеру опять. Вот такие вот часики здесь. Вот эти кнопочки. Драгоценные. Вот они. Они тоже просто. Они даже без залента. Просто кнопочки. Вот они. Две кнопочки. Схема какая-то там. Которая за все отвечает. В единой, короче, куче. Вот. Вот и все. Кристалл. Вот и все. Максимум простые. Так, вот дисплейчик. Итак, а что же тут у нас отвалилось? И где? Давайте-ка посмотрим наш лиф. А давайте-ка на него посмотрим. Так, вот, смотрите. Так, ну я подозреваю, что твой кран отвалился. Видите, где он наиболее гнется? Вот здесь вот что-то произошло. Вот здесь вот что-то произошло. Что-то отклеилось. Отвалилось. И оно из-за этого и сдохло. Вот такой вот вердикт. Восстанавливать эти часики не будем. Они того не стоят. Вот. Они послужили нам верой и правдой. Так что хватит с них. Короче, фиг бы с ними. На очереди у нас вот эта вот штуковина. Ее, короче, надо просто подеть отверткой. И как я поддену ее отверткой, вот эту вот, я вам покажу. Поскольку тут ни одного винтика, как бы, и не видно нигде. Ни здесь, ни с этой стороны, ни с той. Мне сказали, что она похожа на iPhone, да, короче, когда я забирал на проверку. Что она похожа на iPhone, что что-то крутое. Я думал, что действительно часы, короче, с это самое, с метеостанцией. А это оказалось просто термометр, короче. Или просто метеостанция. Давайте я открываю самой ржавой отверткой. И после этого посмотрим, что там внутри. В немецкой, господа, метеостанции, можно так сказать. Короче, без часов. Эта штуковина, на самом деле, разбиралась проще намного. Но достаточно было всего лишь снять фальш-наклейку с передней панели. И под ней были бы просто откручиваемые легко достаточно винтики. Но против лома нет приема, так что ее разломал вот так вот просто по боковине. Короче, рубанул топором. Ну и ладно, кое-что, господа. Что внутри и как. Дисплей, вот он. Вот тут вот дисплей действительно мог отсохнуть. Вот я вам честно скажу, что дисплей действительно мог отсохнуть, потому что тут, видите, вот такая вот передача используется. Вот он действительно мог отсюда вот отойти. Вот эта вот штуковина, соответственно, она через некоторое время, во-первых, уменьшается, а во-вторых, она теряет свою электропроводимость. Как-то теряет, а поэтому срок годности ограничен вот этой вот хренью. Это шлейф на экран. По ней идет все изображение, вот. То есть он может отклеиться от температуры или еще от чего-то, или испортиться, или еще что-то, или высохнуть. Вот. Короче, вот такой вот шлейф. Они часто вздыхают, вот, в этих часах. В том-то я не знаю, что произошло, короче, с экраном какая-то хрень тоже. Хотя шлейф был гибкий. А вот этот вот мог просто отойти, да, на самом деле, отойти, там, отсохнуть, что-то такое, да. Вот здесь вот, вот здесь вот, да, видите, какая передача. Это просто резинка. Как она электроэнергию передает, фиг ее знает, да. У меня есть теория, что тут залит электролит просто. Вот здесь вот черные эти хрени. Да, и здесь залит электролит в эти черные хрени, вот эти вот, видите, да. И оно так проводит. Вот, я не знаю. Гибкий проводник какой-то, да, короче. И металл, ничего, не магнитится. Это странная для меня вещь, да. Возможно, как-то по-другому объясняется. Но тогда не объясняется, если туда не залит электролит, тогда не объясняется, почему эти штуки портятся со временем. Ну и ладно, короче. Дисплей-то отставим давайте отсюда. Дисплей, он нам не интересен. И вернемся к самой, к самой схеме. К самой схеме. Хотя эта штуковина не считала время, но тут и ей были нужны вот эти вот. Вот эта вот штуковина, да, ей была нужна. Вот она, правда, на каком-то магните. Вот эта вот штуковина была ей нужна, потому что она считала погоду. И ей надо было знать время для отчета погоды. Именно для калькулирования влажности. Потому что влажность определялась вот этим вот чудо-чудо-прибором. Смотрите, видите, какой прибор, высший-высший пилотаж. Это просто пластина. Просто пластина, не проводящая совершенно пластина. Или слабо проводящая. Или впитывающая, короче, пластина. На ней находится вот такая вот, короче, вот такая вот штуковина. Да, вот видите. Просто идут дорожки. Просто идут дорожки. Короче, из меня измеряется сопротивление. Вот если она возрастает, значит возрастает влажность. Из-за влажности тут сопротивление как-то увеличивается. Вот, все достаточно просто Вот эта вот штуковина измеряет температуру Соответственно, вот эта вот штуковина Вот Она отвечает за измерение температуры Я надеюсь, она хорошо работала Вот я такие детали даже еще не видал По крайней мере, но это точно Это термодатчик, это инфа 100% Это датчик влажности, это инфа 100% Короче, вот Для работы термодатчика температуры Не нужно время, а для работы вот этого датчика Влажности Нужно измерение времени Хотя часов тут нету, я напоминаю Вот И какая же тут неисправность, смотрите, видите Неисправность, она, кажется, здесь Эти часы были залиты Вот, эти часы были залиты Или батарея старая растеклась Я, кстати, не видал старую батарею Есть шанс, что она растеклась И испортила эти часы, и поэтому они уже не завелись Поскольку тут замыкание Это старая батарея, соответственно Вот, смотрите, да, вот видите Офигеть Смотрите, дорожки Я хотел сказать, что дорожки в никуда Тем не менее, они шли к экрану на самом деле Это все идет к экрану Вот, все точно то же самое В одной схеме Вот Вот так вот Время эти штуковины не показывали Так что я говорю вот, что Только для измерения погоды Нужно было хоть какая-то калькуляция Секунд Хотя бы, хотя бы секунд Вот Ладно, вот такая вот была разборочка Тушите, господа, свет Вот Необычненько Необычненько Детали Господа У нас необычненькие Да Решение со временем необычненькое Почему они не строили сюда часы Я не понимаю Единственное, что можно сделать Было на Кнопках Это переключить Цельсии и Фаренгейты Вот И минимальное Максимальное Что-то там Температуру переставить Вот и все Что можно было сделать На задних На кнопках Задней панели Вот и все Жаль не работают Наверное, вообще были Классные часы Блин, часами обзываю Короче, классное было устройство Короче Хотя оно меряло только Температуру и влажность Все равно оно было классное Вот И гораздо дешевле Барометров настоящих Уж точно Вот Это имело смысл Кстати, по датам По датам давайте посмотрим Что там по датам Так 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 Двенадцатый год Четвертый месяц Короче Вот как-то так Версия 1.3 Короче Какая-то программа Которая-то начертила Или это плата Версии 1.3 Короче, вот Двенадцатый год Офигительное устройство Офигительное Жаль Жаль, что не работало Хрусть печаль А вы, господа, тушите свет Не скучайте по старой технике Вот Новое гораздо лучше Вот Но от такого устройства Я бы не отказался Вполне рабочего Я бы его себе оставил Я надеялся, что он работает Я хотел его себе забрать Оставить Чтобы у меня было Вот такое вот устройство Короче, у меня термометра Тем более цифрового Постоянно работающего Нету Тем более с датчиками влажности Вот С предсказанием Хотя бы Каким-то погоды У меня такого нету Вот Я надеюсь, что будет Это давнишняя мечта Я надеюсь, что будет Так что Тушите свет Погрустим Вот Погрустим